Музыка Когда заказываешь услугу, тем более по рекомендации, и платишь за нее немалые деньги, ожидаешь ее качественного и своевременного выполнения. Однако зачастую эти ожидания, мягко говоря, не оправдываются. По совету знакомой, она посоветовала сделать перетяжку. Хотя диваны-кресла, это дельта, они были только чуть-чуть. Ну, поцарапана у меня маленькая собачка, было поцарапано подлокотники. Ну, я решила перетянуть на материал. Случилось это в апреле прошлого года. Ну, а вскоре Надежде Николаевне пришлось пожалеть о своем решении, причем вдвойне. Я говорю, только подлокотники сделайте. Он говорит, нет, я если буду перетягивать, то буду перетягивать все полностью. Ну, я говорю, ну, это же хорошая здесь обивка, хорошая и все такое. Ну, я, говорит, буду только так делать. Надежда Николаевна согласилась, а потом с ностальгией смотрела на фотографии мягкого уголка в кожаном варианте. Причем не зная, увидит ли она его опять в полной комплекции. Диван я еле добилась. Вот диван был. Вот только было, чуть подлокотники. Вот. А так он был полностью нормальный. По перетяжке у пенсионерки есть претензии, но на фоне нарушения сроков исполнения они меркнут. Ведь договор был составлен 1 апреля, и заказ индивидуальный предприниматель должен был выполнить в течение месяца. Прошло 10 месяцев, я никак не могу добиться. Каждый день что-нибудь то обещает, то я говорю, я буду говорить в милицию, подам заявление. Я не боюсь законов, никто мне ничего не сделает. В нашем присутствии Надежда Николаевна в очередной раз позвонила исполнителю. Наша попытка увенчалась успехом, но встретиться и объяснить причины невыполнения обязательств предприниматель отказался. Правда, опять пообещал до конца месяца вернуть кресло. После нашего разговора перезвонил и Надежде Николаевне. Здравствуйте, Сережа, ну что, уже сколько можно вот это? Я вам попросил до конца месяца, что мы с Димом все привезем. А я тебя попросила приехать и написать заявление, только сколько ты мне раз говорила. Где вы сейчас есть? Где вы сейчас есть, я приеду к распуску. Где вы есть? Я дома. Исполнитель приехал, но через несколько часов. И после встречи с ним Надежда Николаевна уже в другом настроении сообщила, что расписка написана и новое обещание вернуть перетянутые кресла к концу месяца ею принято. Но на всякий случай наученная горьким опытом пенсионерка продумала и план «Б» – общество защиты потребителей и суд. Правда, спустя месяц необходимость в нем отпала. Недовольный настойчивостью Надежды Николаевны, исполнитель все же вернул мебель. В похожую ситуацию попала и Наталья, когда решила отдохнуть в Болгарии. Договор у нас заключен, кажется, 2 марта, а уже было понятно, что мы не поедем. Это было апрель месяц. На отдых в Болгарию Наталье не удалось выехать из-за пандемии. Закрыли границы. Но предоплату она внести успела – 502 рубля. Оценив ситуацию, она решила вернуть деньги. Обратилась к индивидуальной предпринимательнице, с которой заключала договор. Отговорки, что ей не возвращают туроператоры эти деньги. Ну и, соответственно, нам им тоже не возвращают. Эти отговорки длились полгода. Наталья предложила предпринимательнице сделать возврат из собственных денег и дождаться, когда туроператор рассчитается. Но и этот вариант не прошел. По ее словам, у нее сейчас приостановлена деятельность, так как бизнес не работает. И поэтому она приостановила свою деятельность. Интересное туристическое предложение Наталья нашла в интернете. Привлекла цена путевки. Вот и сейчас найти данные об индивидуальном предпринимателе не составило труда. Но каково же было удивление, когда на сайте в графе «Текущее состояние» стояла пометка «Действующий». Значит, какой-никакой доход должен быть. Индивидуальный предприниматель от встречи отказалась, но на определенных условиях анонимности прокомментировала ситуацию по телефону. Я работаю на возвратного туриста, поэтому я и девочкам своим объясняла. Но не до возврата, но я вам говорю, у меня первые возвраты пошли в конце сентября, наверное. Одним словом, ждите. Со своей проблемой Наталья обратилась в общество защиты потребителей. Владимир Николаевич ознакомился с договором и успокоил Наталью. В данном случае неисполнение данного договора является нарушение закона о защите права потребителей. Исполнитель данную претензию получил и не выполнил данное условие. В таком случае наступает ответственность исполнителя за нарушение сроков оказания трусических услуг. В таких случаях потребитель имеет право обратиться в суд для решения спора. И никакие ссылки на оператора, который не возвращает деньги, не помогут индивидуальному предпринимателю, говорит Владимир Николаевич. Передали денежные средства исполнителю, а не третьим лицам. Соответственно, с третьими лицами между потребителем и ими никаких договоренностей не возникало. Соответственно, и претензий туда не может быть поступать. Это просто ссылки на это, чтобы затянуть время какое-то. Но ответственность возникает только у исполнителя. Свои деньги хотел вернуть и Павел за несвоевременную доставку посылки заказчику. Павел продавал семена газонной травы и, получается, нашелся в ноябре покупатель со Слуцка. Получается, Слуцк далеко, говорит, Европочтой отправится. Да, не вопрос, отправлю. Зашел на сайт, посмотрел, что отправка недорогая. 17 ноября 2020 года Павел благополучно отправил семена покупателю. Заплатил за услугу почти 2,5 рубля. Саму посылку оценил в 60 рублей. После этого отслеживал каждые три дня посылку на их сайте. Статус не менялся. Вот, было написано, что отправлено на пункт в Минск сортировки. И после этого так он... и ничего не поменялось. Павел, заподозрив неладное, позвонил в колл-центр. Ничего нового о своей посылке не услышал. Там лишь предложили и дальше отслеживать доступными методами путь посылки или писать претензию, что вскоре Павел и сделал. Претензию, опять же, никто не рассматривал, ничего мне не перезванивал. В колл-центре говорили, что претензия рассматривается ровно месяц. Если они не найдут ни посылку, не успеют в эти сроки в месяц, значит мне вернут эту стоимость, с которой была объявлена посылка с объявленной ценностью 60 белорусских рублей. В течение месяца посылку все же не нашли. И пообещали вернуть деньги. Но вскоре опять раздался звонок. Они делали ревизию всех посылок, и у них нашлось много мешков. Вот. Вы можете, мол, опознать свою посылку, которую вы отправляли в Слуцк по фото? Я говорю, ну, в принципе, могу, но получается месяц, где она хранилась, и в каком виде она сейчас, я говорю, я аж не знаю. Павлу сбросили фото на телефон. Он без труда опознал свою посылку, но возвращать ее обратно не захотел. Ведь из-за неправильных условий хранения семена могли испортиться. Отправитель предпочел возврат денег. Они мне сказали, что нет, и дальше эту посылку отправили покупателю. Дальше в Слуцк. Хотя я говорил, высылайте тогда ее сюда, и мы будем разбираться. Они ее все равно отправили в Слуцк с надеждой, что, может быть, заберет покупатель. Но покупатель уже не забрал, потому что она тоже уже ему не нужна была. Вот. В дальнейшем я все время звонил в колл-центр. Они никаких своих данных не дают. Не дают данные ни директора, ни с кем можно выше связаться. То есть можно только связаться с колл-центром. А в колл-центре там все заученные вопросы. То есть ответ, вопрос, ответ, и дальше ты не можешь дальше не узнать ничего. Все, что удалось узнать Павлу – фамилия, имя, отчество директора и его абонентский ящик. Он опять написал претензию. Вскоре получил ответ, что посылка в отделении, в Березе. А с произошедшим случаем будут разбираться. Опять ожидания. За это время Павел нашел множество негативных отзывов об этой почтовой фирме. И практически все на почве несвоевременной доставки посылки или ее потери. Отправили мне посылку 11.03. Трек номер такой-то. Сегодня 18.03. Она находится по пути в отделение почтовой связи. Назначение. Предполагаю, идет пешком из Минска в Брест. В службе поддержки отвечают заученными фразами. Говорят, ждите 30 дней. Прочитала отзывы. Люди и через 30 дней не дожидаются ответа. Сказали, компенсируют. А вы уверены, что все можно компенсировать? Что эта вещь мне необходима и очень дорога? Зачем браться за работу, которую не можете достойно организовать? В ответах сплошные отписки. В интернете почтовая организация, на которую так много нареканий, пытается оправдаться. Мол, очень большой спрос на услуги. Не успеваем. Но это не успокаивает клиентов. Один из недовольных бросил клич, чтобы подать коллективный иск в суд. И Павел уже хотел с ним связаться. Но тут раздался очередной звонок. Пришел акт компенсации. Компенсация мне всего лишь рубль 29 копеек. Я просто улыбнулся за то, что они просрочили этот срок поиска моей посылки. Эти деньги Павел даже несмотря на то, что инвалид первой группы, каждая копейка на счету забирать не стал. И надеется, что придет новая весточка и уже о полной компенсации. В Обществе защиты прав потребителей подтверждают, что жалоб на качество услуг данной почтовой организации немало. Здесь был нарушен закон о защите прав потребителей. Соответственно, потребитель имел право обратиться к исполнителю с претензией, который указал, что тогда-то было отправлено этот дот. На сегодняшний день данная посылка не зашла до отправителя. Соответственно, возвратить свои деньги, соответственно, моральный вред указать претензии. И также, если исполнитель не удовлетворяет данное требование, он имеет право обратиться к нам в объединение, где мы будем представлять его интересы в суде и уже докажем его правоту, защищем моральный вред и, соответственно, те расходы, которые понес, и убытки в том случае, если они будут. Соответственно, если товар находился уже в непригодном состоянии, то будут возбещены и убытки. Владимир Николаевич отмечает, чтобы с уверенностью отстаивать свои потребительские права, необходимо иметь на руках все документы и, отправляя посылку, сразу оговаривать сроки доставки. Ну, а если обнаружили нарушения со стороны исполнителя, не верьте пустым обещаниям, просьбам подождать, не надейтесь зря, не упуская времени, обращайтесь за квалифицированной помощью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова